Этот мотор полностью за две недели, понимаете, за две недели То есть вот токаль точит мне только обечайку верхнюю, остальное уже мастерство слесаря-сборщика То есть ты монтируешь индуктор внутри, ставишь вместо свечей зажигания, ставишь токосъемники И, собственно, все Подпайка занимает, может быть, минут 10-12 всех коммутаций Выводишь один единственный плюсовой провод и вперед с музыкой и с песней Включаешь аккумулятор, у меня есть такие примеры, когда я просто демонстрирую всем Смотрите, нет ни одного транзистора, диода, ничего Просто это вот конец века 19-го Ты включаешь батарею, жалко, что я вам не пронюшил, я могу это сейчас делать На мотоцикл я включаю вот такие две маленькие батареи и он идет от выключателя Замыкаешь просто цепь и мотор начинает развивать скорость до 40 км в час То есть вот такую простую технологию меня освоить за полгода У меня больше, чем 1,2 Теслы вообще не было еще У них 3,3 Теслы Я говорю, нет таких магнитов, а у нас есть Я говорю, я вас поздравляю, ваш успех, это успех института материаловидного А двигатель-то обычный и даже не саппетитов Хотите, я вам могу У китайцев лучше магнитов Они, у них карцетивная, не такая высокая, как в наших оборонных Ну, этого хватает на такие вещи, как скутер, велосипед И даже рикша у нас на китайских магнитах ходит И вот рикша, это уже 7, чтобы она сбавила хоть один километр Ничего подобного Идет как танк, все подъемы преодолевает То есть, это классная вещь Вот то, что появились в институтах материаловидного Вот эти новые совершенно Магниты Композитные материалы Магнитомягкий материал Вот три этих наименования Все, это зеленая улица транспорта Транспорту дешевому, вечному Практически там ломаться нельзя Ну, по магнитомягкому железу как раз Это здорово Кинишми сюда приехал главный инженер завода Знаменитый завод Кинишми Он сюда приехал и говорит, ребята, вот он мне подарил Вот что надо Вы что собираете из этих пластиночек? Время теряется Каждая пластинка лаком покрыта, вы знаете Ну да, между ними зазор, за счет зазора паразитные токи нагрев Нагрев, правильно Мало того, вы самое главное не сказали, что это воздушный зазор Который по электромагнитному потоку сопротивление Нет, сопротивление Сопротивление Потому что, что момент, вот сам момент, что для него важно И на малые потери по сопротивлению для магнитного потока Между магнитами, да? Именно большое количество витков, чем больше, тем лучше На все это умножается Именно длина вот этого магнита Они не научились наши запекать больше, чем 50 миллиметров Как только больше он развалит Вот сколько он у вас весит? Я говорю, 10 килограммов Сколько он киловатт? 3 Они так переглянулись Несут мотор Вот 12,5 килограмма 13 13,5 килограмма 63 киловатт У вас 3 Нужно нам замерять ваши Но ваши патроны заплатили большие деньги Мы должны это сделать Я говорю, не то, что должны Я говорю, вы сейчас убедитесь, что он превзойдет А, вот так? Засмеялись Они испытывают У меня дает 100 ньютон-метров Вот этот 3-х киловатт Да? Это вот примерно такой мотор, который стоит сейчас Вот у нас на квадроцикле Мы катались Мощнее 10 килограммов 3 киловатта Но он дает 100 ньютон-метров Они замеряют там 360 ньютон-метров Вот этот вот малюкап Понимаешь? Он говорит, ну что дальше будет? Конечно будет Ну-ка считайте Четыре моих мотора Так Умножили на 10 40 килограммов Они дают 400 ньютон-метров Да А ваш, естественно, будет один Почему? Да он раскручивает всю коробку передаль Сцепление там шрузом Стали считать шрузы Все 410 килограммов Вместе с мотором Я говорю, у меня 40 У вас 410 У меня 400 ньютон-метров У вас 360 Будем раскручивать То есть А ты про Бедини все уже спросил? Нет, про Бедини я не спрашивал Ну, видели кадры мы Вот от этого аккумулятора На рикше Прямо один аккумулятор включает Видели, да? Да-да-да-да Вот он 3 ампер часа там всего Понимаете? И вот от одной малюкапки такой Рикша начинает уверенное движение Все Правда, там 12 Мы пытались соединять Так как я им предложил Они даже не предсказали Русский хочет нас просто обмануть Чтобы у нас сгорело там у меня встречное включение но они не понимают что это встречная срабатывает когда в паузе у меня знаете вот цапля африканская 80 градусов песок она стоит на одной лапе да потом раз меняет что меняет и даже спит и может вот так автоматом и у нее не сгорают потому что она все время на воздухе да точно так у меня триггер электромеханический триггер его назвали уже в одну учебную электромеханический триггер шконкина вот он на столе там получается так что вот эта свеча которая дает вот в камеры сгорания а у меня на колебательный контур она отдыхает половину времени половину времени работы и триггер не нагревается за счет того что он заходит в паузу как вот сапля меняет эти ноги понимаете поднимает я конечно этого не объясняю всем почему у вас холодно у нас горит я покачину продолжайте гореть они начинают шуметь орать там а это элементарная вещь которая не из физики а работали на словарем циклопедическим натуралиста и там как раз вот эту цаплю увидел свойства мы будем пробовать сейчас бедини собирать что можете по установке бедини сказать вот алексей будет это делать и хотели бы консультировать вот собрал этот генератор который якобы работает самообеспечение я это не видел но пишутся что это за генератор он тоже будет иском решение пульса инерции пульса пола когда заходит в паузу вот этот бегущий соленоид он назад выстреливает ту энергию которую вот он выхватил во время пространства силовой выстреливать назад я это пробовал не хватает у меня энергетики ну может материал такой понимаете все и пробовал раньше его даже и сошелся вот все таки пришел вот к этому меня это лучше это конкретные ты сразу выручишь всю энергию а здесь